Всем привет! Меня зовут Лиза Туктамышева, я профессиональная фигуристка и сегодня я снова буду задавать вопросы. А моим собеседником станет Кристиан Набоа. Кристиан, привет! Рада, что ты вернулся на поле. Как сейчас вообще жизнь у тебя? Расскажи. Привет! Реально очень рад, честно. Играй в футбол – это моя любовь. Наверное, как твоя любовь. Такой спорт. Я чувствую это, наверное, как обратно, как начало, как маленького ребенка играть в футбол. Я очень рад просто. Здорово. Да, я понимаю тебя. Крис, ты отлично говоришь на русском языке. Я видела видео, как в первый день Бариус пришел к вам и Симак сказал, чтобы ты переводил их диалог. Тебе не нужно доплачивать за то, что ты работаешь еще переводчиком. Я умею разговаривать, но неправильно. Самое главное, что человек понимает. Понимает. Да. Я здесь 11 лет. Я могу сказать, как я всегда шучу из друзья, я черный русский. Круто. Ну так, потому что для меня так я чувствую, что из Луж-Америки один человек, который разговаривает на русский, это очень редко. И с Уильмар я чувствую, как одинаково. Когда я первый раз пришел в Казан, и никто не мне помог разговаривать. Просто я хотел пить вода даже. Никто не был. Ни одного человека разговаривал испанский. И я с ним все время, потому что я умею разговаривать по-русски, на-испански. Я возьму то же самое. Хорошие друзья. И я без проблем могу помочь тренеру, разговаривать с Уильмаром. И чувствую удобно, потому что доверюсь тренеру и футболистам. Все я могу разговаривать. Ну да. Ну это круто. Молодец. Я вот чуть-чуть только английский знаю, и все, у меня нет талантов таких. В фигурном катании нет симуляций. Хотя в футболе это достаточно большая проблема. Как ты относишься к ныркам? Ты знаешь, мне нравится это иногда, потому что ты можешь... Молодец. Ты знаешь, это игра. Ты должен все сделать. Ты должен выиграть. Ты должен 3 очка. И я знаю, что Мосса это плохо, но это игра. Ты должен понимать, что ты все должен показать. Как хороший футбол. Если Мосса как разговаривает. Я разговариваю сопернику. Разговаривает плохие слова. И так чувствую, как слой из лица. И Мосса красный, и Мосса желтый. То же самое с судья. Ты разговариваешь судья. Стараюсь разговаривать как серьезно, но это игра. Это игра, и ты должен сделать все, что возможно, и выиграть. Ну, мне кажется, что это правильный настрой. Недавно твой сын оставил комментарий. Я даже сейчас процитирую. Ставь лайк, если тоже заметил, что Зенит начал проигрывать, когда мой папа получил травму. Он оставил этот комментарий в твоем присутствии? Я не знаю. Ты не знал об этом. Не-не-не. Только смотрел недавно. Недели три или четыре назад. Потому что начинает писать мне твой сын молодец, твой сын молодец. Почему? И потом я смотрел такой комментарий. Рано. Он уже как для меня маленький. Но такой маленький, уже чувствует так, не очень приятно. Да. Он может делать все, что хочет. И самое главное, что я буду с ним рядом. И хочу, чтобы он хороший человек. А для меня это самое важное. Очень правильная позиция. А какие для тебя ТОП-3 самых сексуальных спортсменок? А я спортсменка, если что. Ай, какие вопросы. Окей, третий Моза Шарапова. Да, я так и думала, почему. Мне тоже она нравится. Мартина Хингинс. И первое место. Не знаю. Мой показатель не видел, я так понимаю. Реально, я не смотрю это. Первый раз я смотрю это. Я первый раз, как могу сказать, я видел. Но такой, как Моза сидит и посмотрит, я не разу, не разу для меня это первый раз. Приходи, я тебя приглашаю посмотреть. Реально, я всегда спрашиваю, что могу сделать, куда, и он никогда скажет мне, есть это, есть другое, нет, нет, только хоккей. Я тебе дам телефон свой, мы обменяемся контактами, я тебя позову. Хорошо. Ну, первое место. Все. В моем виде спорта, фигурное катание, мы не только тренируемся на льду, у нас есть общая физическая подготовка в зале, растяжки, также хореография, много всего. И вот слышал ли ты историю, что несколько лет назад тренер по футболу отправил своих учеников кататься на лыжах, чтобы развивать, видимо, физическую форму. Были ли у тебя какие-то экстремальные тренировки? Экстремальные, экстремальные, можно сказать, на Эквадор. Но один раз, тренер тоже очень старый. И думаю, как раньше мы сделаем такой, так будет получше. Ну, ладно. Мы ехали на море, на песок. Мы думали, ну, тренировка, но мы делали специально еще один большой камаз, сделали еще песок. Еще больше, больше, больше. Песок, не знаю, сколько такой. Думаю, ладно, мы будем бегать на этом месте. Но ты так как, ты бегаешь и... Я знаю, я занималась на песке, это ужасно вообще. Да, да, еще один, как твой друг, поставить тебе на верху и бегать. А, нет, так я не занималась. Я после этого думал, это антифутбол. Там, наверное, мышцы все забились, все болело. Все болело, все болело. Это может быть, самый экстремальный, да. Это... Один раз в жизни все, хватит, да. А если бы ты стал едой, то какой? И как бы тебя ели? Банана может быть. Банана? СМЕХ Интересно. Я не буду спрашивать тогда, как это может быть. А ты? Так, я тут задаю вопрос. СМЕХ Ой, я клубникой тогда? СМЕХ У нас в спорте жестко следят за весом. Вот у тебя была травма, и полгода ты не тренировался. Вот сколько ты набрала за этот период, и был ли это максимальный вес в твоей жизни? Ты знаешь, максимально 85. У меня нормально 78-79. Такое нормально. Но это еще немного ты набрал. Ты знаешь, я не чувствую, потому что... Но я один раз... Это было 27 декабря. Угу. И у меня было, наверное, рождение моего... Один друг. И я делала один футболк. Угу. И я сидел. И футболка... У меня было такое, ну... И пффф... Открывали. СМЕХ И все. Я... До свидания, до свидания. И все. И все. Все. Не больше не буду кучей. И за этот день, 27 декабря, до сегодня, до сих пор где-то. Да? И сейчас 79 и 9, но я не могу терять один килограмм, но очень тяжело мне. Самый сложный, последний килограмм. Да, 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 очень-очень. Я думаю, больше не буду кучей. СМЕХ Тоже так думаю. Какая, если не секрет, вот диета, как ты вот сейчас придерживаешься? Я не такой, диета такой сильная, потому что у нас каждое тренировка. Ну, я люблю десерт. Это так. Люблю очень сильно торты и мороженое. И поэтому я сказал, после 27 декабря не буду кушать это. Но иногда кушаю. После игры я могу. Ну да, конечно, нужно чуть-чуть себя. Тяжелая тренировка могу. Но сайта, второй смотри, сахар поменьше, чуть-чуть и жирный поменьше. Ну, так, классическая. Угу. Ходишь ли ты по ночам к холодильнику? Нет. Реально нет. Раньше, да, сейчас нет. Я лучше сплю. СМЕХ Как часто футболисты спорят на деньги? Я нет. Реально нет. Не споришь? Нет, 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 нет. Но есть, я знаю, кто любит это. Есть карты по-разному, что понравится. Мне нравится Акусия, например. СМЕХ Есть друг, который любит это, спорит на деньги. На мороженку, да, поспорит на лужа? Ну, очень. Ну, каждый человек по-разному. СМЕХ Был ли ты свидетелем какого-нибудь очень глупого спора? Ну, мой первый сын. И спорит на мою маму. И потом она сказала, будет дочка. Сказала, не будет сын, мальчик. Она, не, не будем. Я сказала, давай, если будет дочка, я сам приготовлю. Я не умею, но я сам. Если будет, нет, я люблю ласаня. Если будет мальчик, неделю буду ласаню кушать. Я кушать неделю. Жесткий спорт. Ну. Самое главное – выиграть. Фигурное катание – это такой сентиментальный вид спорта. Там часто бывают слезы. И вот когда ты в последний раз плакал, может быть, не из-за своей команды вообще? Последний раз я плакал, когда играл со другой командой. Я, как я. И я смог играть хорошо. Я не знаю почему. И не смог забить мою первый гол. И после 15 матча я забил первый гол. Я очень чувствую, что наконец. Свободно все, и перед всей, и на поле плакал чуть-чуть. Ага. Ну так мило. Знаешь ли ты, что школа фигурного катания российского – одна из самых сильных в мире? Не рассматривал ли ты вариант отдать своего сына фигурное катание, там, Алексею Николаевичу Мишину? Да, первый раз слушаю такой. И супер, это. Правильно, супер. И если они хотят, конечно. Почему нет? Если они чувствуют, я буду помочь. Я буду здесь все, что возможно, что они любят. Если это они любят, почему нет? Один раз надо как-нибудь поставить ребенка на коньки, тогда он поймет, нравится ему это или нет. Да, можно, да. Один раз стараюсь. Но если мой сын или Кристофа Редука хочет, могу с тобой тренировка? Конечно, я только за. Приводите, покатаемся. Я буду спросить. Крис, спасибо, что пришел. Очень приятно было поговорить с тобой. Живое такое общение получилось, поэтому давай опять. Спасибо тебе.